Вести из стран пылающего континента В мире 3 декабря 2 вести из стран пылающего континента Народ Чили остается на улицах и площадях Президент Чили Себастьян Пиньера не принял участия в климатическом форуме 25 Колумбий Песос Который ранее перенесли из Сантьяго в Мадрид на фоне массовых протестов Передает агентство Ф. Со ссылкой на министра окружающей среды Чили Каролину Шмидт В конце октября Пиньера заявил об отмене саммита от оси климатического форума 25 Колумбий Песос Которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре Испания заявила о готовности принять климатический саммит в Мадриде В ООН приняли это предложение Поводом массовых протестов послужил рост цен на проезд в метро Граждане также выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения Невысоких зарплат и роста тарифов По началу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы 11 ноября власти и партийная оппозиция Чили смогли прийти к соглашению о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года Действующая конституция Чили была утверждена во время правления диктатора Аугуста Пиноччета и не обеспечивала должного доступа к образованию и здравоохранению Однако, как и отмена повышенных тарифов на метро, это соглашение не разрядило ситуацию Как пишет живущий в Чили украинский журналист Олег Ясинский, народное восстание в Чили против неолиберального режима продолжается полтора месяца Для его подавления правительство ищет повод привлечь армию, поскольку полиция, каждый день калечащая и убивающая граждан, с этим не справляется Поэтому все чаще появляются новости о грабежах и поджогах спланированных властью акциях для демонизации социального протеста Когда карабинеры приезжают к дымящимся руинам или опустошенным лавкам, и контролируемая хозяева мечили пресса убеждают нас в выгодных для них выводах В привилегированных районах страны начинают вооружаться группы ультраправых боевиков Традиционные политические партии от пиночетистов до социалистов сегодня готовы жертвовать всем для спасения собственной власти и привилегий Народ остается на улицах Героическая первая линия обороны продолжает ежедневные бои с репрессивными силами, сдерживая их для того, чтобы огромное большинство мирных демонстрантов могли протестовать на захваченных народом улицах Сегодня как никогда Чили необходима ваша поддержка и солидарность Пикеты и демонстрации перед чилийскими посольствами и бойкот чилийских товаров с требованием прекращения преступлений чилийского правительства против собственных граждан и привлечения виновных к уголовной ответственности Об этих преступлениях кричат недавние доклады Международной амнистии и Human Rights Watch Чили остается на улицах и площадях В Боливии число погибших В столкновениях у НПЗ Выросло до 10 Число погибших в Боливии при столкновениях с полицией и военными у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода Сенката Вэль Альто возросло до 10 Говорится в сообщении Управления Уполномоченного по правам человека По сообщениям местных СМИ, 19 ноября в ходе столкновений после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас протестующие попытались вернуть контроль над заводом YPFP При помощи динамита они взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь В ходе столкновений погибли 6 человек Позднее еще 3 человека скончались в больницах от пулевых ранений Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками свергнутого президента Эву Моралеса привела к тому, что национальная нефтегазовая компания YPFP прекратила поставки бензина, дизельного топлива и жиженного природного газа в столичный регион В столице прекратил работу общественный транспорт Исполняющий обязанности президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов АНХ генерала армии Виктора Уго-Самару, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом Между тем новые власти Боливии отменили принятый ими же две недели назад указ, освобождающий вооруженные силы страны от уголовной ответственности при подавлении беспорядков Временный президент Боливии Жанин Аньес 17 ноября издала указ, освобождающий вооруженные силы от уголовной ответственности при наведении порядка Это решение осудили международные организации и политические противники Экс-президент Эва Моралес предупредил армию, что международные нормы стоят выше указа временного правительства По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения